Приветствую вас! Вернуть всё, конечно, можно. Можно вернуть всё, любые отношения, в принципе, можно гармонизировать. Если есть, так скажем, желание обоих партнёров к этому, то любые отношения можно гармонизировать. Тут, мне кажется, это не проблема. На самом деле. Другой вопрос, другой вопрос, что, видите, во-первых, вы встречаетесь уже три года, встречаться начали вы подростками, сейчас вы взрослые уже люди. За последние три года, естественно, много что поменялось, очень много что поменялось, в частности у вас, очень много что поменялось. И, на мой взгляд, подобный кризис, он вполне нормален, потому что, ну, просто вот потому что вы слишком сильно оба изменились. По крайней мере, изменился мужчина, вы, может быть, не так сильно, а мужчина изменился точно. Вот, значит, смотрите, давайте мы с вами поисклируем ваш текст. Значит, мы с вами встречаемся по три года, почти три года нам по 18 лет иногда ссоримся вполне естественно. Нет, не совсем естественно, Алина ссорится, то есть с точки зрения профессиональной психотерапии. Ага. Ссоры говорят о том, что копятся определенные эмоции, они не выражаются вовремя, и, соответственно, заказывают ссоры. Вот. Дальше. Вы пишите, он всегда смотрел на меня влюбленными глазами, сейчас тоже иногда смотрят. Ну, понимаете, вот смотрел на меня влюбленными глазами, ну, это, как сказать, это, конечно, хорошо. Это влюбленный, ну, именно влюбленность, это не любовь. Любовь все же это такое, что это более спокойное, более глубокое. Знаете, вы рассчитывали на то, что он будет на вас всю жизнь смотреть влюбленными глазами. Вы зависите от того, как он на вас смотрит, или что? Причем, к чему вы написали про влюбленные глаза? Сейчас у нас тяжелые времена в отношениях. Совсем недавно он сказал, что он стал в отношениях, но, несомненно, любит меня. По-моему, это противоречит друг другу. Нет, это не противоречит друг другу, Алина, и вот почему. Дело в том, что он может вас любить. Тут надо, конечно, смотреть, что он понимает про любовь, и что он действительно чувствует, но он может вас любить. Другое дело, что отношения, это не совсем уже чувственная история отношений, это некие обязательства, это ответственность, которые есть, человека могут тяготить. И, соответственно, может развиваться усталость на этой почве. Поэтому, тут нужно скорее смотреть, что именно его угнетает в отношениях, что именно его напрягает в отношениях. И если вы его любите, об этом можно поговорить и как-то этот момент разрешить. В том числе и на консультации семейного психолога. Дальше, дальше. Так, он перестал проводить со мной время, как они стараются его вытащить куда-то со мной, он не хочет. Ну, а с чего это началось? Не просто же так, он перестал проводить с вами время. То есть, с чего-то это началось, у этого же есть какое-то начало, у этого есть какие-то, ну, какие-то предпосылки к этому. Если его позовут друзья, он сразу бежит к ним. Ну, здесь нужно подумать, опять же, что друзья дают ему такого, чего не даете вы. Во-вторых, насколько много у вас общего. И, в-третьих, вообще, вот просто, что он чувствует от взаимодействия с вами. Это нужно анализировать. То есть, не просто так, он перестал хотеть проводить с вами время. Видимся один на один раз в неделю, опять же, как вы к этому относитесь, и как вы к этому пришли, и секс вообще, видимо, его не интересует больше. Ну, если это так, то это груз ответственности, опять же, на мужчину. Ну, да, вот это, как правило, влияет на либидо достаточно сильно. Тем более, в 18 лет. Мне так плохо и так больно, это сознание, что одно и наконец отношение. Ну, тут нужно исследовать, почему оно плохо и почему больно. То есть, если вы его любите, если вы его любите, вы это говорите только про его влюбленность. Ну, про свои чувства вы ничего не говорите. Так вот, если вы его любите, то вы его принимаете. Соответственно, если вы любите, то вы принимаете себя, и плохо, больно вам, ну, понимаете как? Грустно. Может быть. Может быть, грустно. Вот плохо и больно, это уже не про любовь. Дальше, я уже готов к тому, что он уйдет, но когда я сказал, что он все равно меня бросит, он сказал, что не сможет, что это значит, что это значит, что он к вам привязан. И, возможно, это его загасит. То есть он не чувствует себя свободным. Да, мы общаемся с сообщениями, но с каждым днем все реже. Опять же, вам важна частота сообщений или их наполнение качеством. Мне необходима любовь и уверенность в том, что человек будет рядом. Почему у Алины? Почему вам необходима уверенность в этом? Совершенно очевидно, что вы на себя как бы не полагаетесь в этом смысле. Совершенно очевидно, что вот вы пишите, что мне необходима любовь и уверенность. То есть вы себя любимой не чувствуете, то есть вы себя не любите и вы в себе не уверены, на себя вы не полагаетесь. Вот это вот то, с чем нужно работать. Ну, помимо того, что нужно провести анализ ваших отношений. Желательно, чтобы вы вдвоём были. В общем, не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Разобраться в себе одно, гармонизировать отношения в другом. Может, вы подскажете, что это за период в отношениях? Кризис? Это кризис в отношениях. Кризис трёх лет такой был. Возможно ли всё вернуть или это конец? Любые отношения, в принципе, можно гармонизировать. Ещё раз повторю, если есть желание. Если есть желание хотя бы ваше, то отношения можно гармонизировать. Но это всегда перемены, это всегда изменения. Если вы к ним готовы, выбирайте себе психолога любого на нашем ресурсе и начинайте работать. Я полагаю, что любой из наших специалистов вам поможет как разобраться в себе, так и гармонизировать отношения с мужчиной. Я бы хотел, со своей стороны, заметить, что для человека 18 лет, у вас слишком большое отношение имеет отношение и любовь. Челесчур мало имеет значения, например, ваши общие глобальные цели, именно ваши личные глобальные цели и глобальный смысл. То есть, возможно, вы челесчур ориентируетесь на отношения, потому что не видите себя больше нигде, кроме как у них. Это, если так, то тревогные звоночки, которые делают вас априори зависимым партнёром в отношениях. Чем мужчина, может быть, сам того не замечая, пользуется, потому что, если вы зависимый партнёр, то вы растворяетесь в отношениях, если вы растворяетесь в отношениях, то вы растворяетесь в другом человеке, если вы растворяетесь в другом человеке, то вы начинаете делать всё, что хочет он, а это не нравится. Ну или, чересчур проявляете, опять же, свои желания, мало думаете о партнёре. То есть, вот вы говорите, что я пытаюсь его вытащить куда-то, а зачем пытаться вытащить, если человек сам не хочет? Вы говорите, что он не хочет проводить со мной время. А какая мотивация ему проводить с вами время? Это почему я должен хотеть проводить с вами время? Это всё нужно исследовать, на мой взгляд. На этом всё, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!